В расходную статью бюджета Ненецкого округа внесли замечания и предложения. В администрации региона прошли публичные слушания по главному финансовому документу округа. Речь в частности шла о дополнительных льготах и субсидиях. К примеру, депутат окружного собрания Наталья Кордакова настаивает на снижении тепло- и электротарифов для прочих потребителей на селе. А глава Заполярного района Алексей Михеев на стопроцентном возмещении недополученных доходов муниципальным предприятиям сферы ЖКХ и транспорта. Бюджет 2018 года будет оставаться социально направленным и в то же время бюджетом развития, несмотря на снижение доходов, отметила Татьяна Лагвиненко, выступая на публичных слушаниях. По информации главного финансиста региона, бюджет 2018 года формируется, исходя из прогнозов Минэнерго и Минфина. Цены на нефть – 43,8 доллара за баррель и курсы валют – 64,7 рубля за доллар США. Согласно такому сценарию, доходы региона в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Хориагинское месторождение» составят 3,7 миллиарда рублей. Прогнозные выпадения по сравнению с текущим годом – порядка 1,3 миллиарда. Основные параметры казны следующего года выглядят следующим образом. Доходы – 14,243,3 миллиона рублей, в том числе безвозмездные поступления с федерального бюджета – 306,1 миллиона рублей. Расходы – 16,264,2 миллиона рублей. Дефицит – 2,29 миллиона рублей, или 14,5%. Кроме доходов от «Хориаги» в бюджет Неницкого округа поступит самый большой и стабильный налог на имущество организации – 5,9 миллиардов рублей. Налог на прибыль организации и НДФЛ – порядка 1,7 миллиарда и 1,4 миллиарда, соответственно. Это самое крупное поступление в казну. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на образование и социальную политику – 4,8 миллиарда и 3 миллиарда рублей, соответственно. Порядка 2,5 миллиардов направляется на национальную экономику. После представления основных параметров бюджета, публичные слушания перешли в формат вопросов и ответов. Глава Заполярного района Алексей Михеев, изучив проект закона, отметил недостаточный объем субсидий на ЖКХ и транспортную обеспеченность. В частности, как и в этом году, в 2018-м, Северная транспортная компания получит 50% субсидий вместо ожидаемых 100. В прошлый год нам тоже говорили, уважаемые, мы вам в течение года добавили, но если говорить про нашу СТК, то в течение года пытались не то, что добавить, те 50, а еще оставшиеся 50, убавить в половину. На весенней редакции было место предполагаемых 9 миллиардов, а у нас говорили, что давайте нам ухватить 4,5. На сегодня мы закончилась навигация, падение пассажиропотоков в 2,5 раз минимум, куча обращений населения, куча посещений нами и СТК прокуратуры, потому что и приходится как-то нам выкручиваться. Хотя причина конкретная, недостаток средств, причина в том, что заложили не 100%, а 50, и мы под эти 50 были вынуждены несколько раз менять расписание. В качестве рекомендации в протокол публичных слушаний включили просьбу Алексея Михеева в случае появления дополнительных доходов в бюджетах в 2018 году перераспределить эти средства на увеличение субсидий для частичной компенсации недополученных доходов предприятий. Прозвучало на слушаниях и обращение Управления Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выступает за равные права всех предпринимателей в части возмещения затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населения в сельских населенных пунктах. Раньше на территории Уоков-2 существовал порядок, который субсидировал всех физических и индивидуальных предпринимателей, юридических. С 2017 года порядок был изменен и внесена конкретная категория потребительские общества. Наша цель – расширение круглой лиц, поэтому считаем целесообразным исключить категорию потребительских общества и предоставлять субсидии всем на равных условиях. Еще одна инициатива от депутата окружного собрания Натальи Кордаковой. Парламентарий настаивает на снижении тепла и электротарифов для прочих потребителей на селе. Сегодня это основная проблема сельских предпринимателей и предприятий. Расходы по этой статье называют запредельными. За 1 кВт электроэнергии в час прочие потребители на селе платят от 30 до 40 рублей. В то время как прочие потребители Наринмарской электростанции платят по тарифу 5 рублей 10 копеек. По словам представителя губернатора в собрании депутатов Натальи Сидоровой, этот и другие прозвучавшие вопросы будут детально проработаны при формировании бюджета 2018 года. Немаловажной при формировании главного финансового документа округа является и поддержка федерального центра. По словам депутата Госдумы Сергея Коткина, в Москве слышат регионы и готовы работать над предложениями субъектов. Федерация начинает разворачиваться к регионам. Принято ряд шагов, на мой взгляд, очень серьезных на поддержку субъектов Российской Федерации. Не случайно в этой связи было предложение по нашей фракции, самой большой фракции в Государственной Думе. Мы предложили территориям обсудить федеральный бюджет, посмотреть постатейно, что у нас идет в каждый субъект Российской Федерации и предложить свои предложения, что они там не увидели в этих статьях, что они хотели получить от федерации, что они не получили. И от Нинецкого автономного округа мы получили ряд предложений в бюджет федеральный. Как отметил Сергей Коткин, они касаются буквально всех сфер жизни региона. Это строительство дороги Нарин-Марусинск, нового здания для школы номер 3, приобретение воздушных судов, поддержка сельского хозяйства и коренных малочисленных народов Севера. По словам депутата Госдумы, в самое ближайшее время будет организована встреча с участием руководителей бюджетных комитетов, руководителей фракций в законодательных органах субъектов для детального обсуждения тех предложений, которые были высказаны территориями.